Игорь Зайцев Коротко о главном сегодня. На Кубани пассажирские поезда протаранили два автомобиля. Почему на железнодорожном переезде нельзя полагаться на авось? Пожар в скейт-парке на улице Береговой в Краснодаре. В чем причина возгорания, из-за которого сгорел популярный среди молодежи объект? Любители сладкого пошли воровать и стали героями криминального видео. Во сколько им обойдутся украденные печенюшки. На Кубани участились смертельные ДТП на железной дороге. В Кавказском районе пассажирский поезд протаранил вас. Один человек погиб, трое госпитализированы. Это случилось на станции Мирская. Водитель легковушки выехал на переезд перед поездом и поставил под удар себя и своих пассажиров. Еще одна подобная трагедия у села Мерчанское. За решение не ждать, пока проедет многотонный состав, а рискнуть и пересечь переезд, 61-летний водитель Hyundai из Ставрополя поплатился жизнью. И не только своей. Вместе с мужчиной в автомобиле была 28-летняя девушка из поселка Ивановский. Выбежать они не успели, а другого шанса выжить, судя по этим кадрам, не было. Оба скончались на месте. Местные жители считают, что роковую роль в этой истории мог сыграть семафор, который иногда не работает. Сотрудники транспортной полиции разбираются в ЧП и напоминают. Железная дорога не место, где можно полагаться на авось. Они выяснили, что в обоих случаях машинисты поездов применили экстренное торможение. Но быстро остановить такую махину непросто. О происшествиях на дорогах Кубани. В Крымском районе под колесами Хонды погиб пешеход. Как это случилось, выясняют полицейские. Предварительно 38-летний мужчина переходил дорогу не по зебре, шел по проезжей части прямо перед машинами. А это фото последствий аварии в Сочи. Сотрудники автоинспекции считают, что 60-летний водитель большегруза не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с ВАЗом. За рулем легковушки был 27-летний молодой человек. В ДТП пострадали оба водителя, они госпитализированы. За прошедшие сутки в Крае зарегистрированы 13 аварий, в которых 3 человека погибли и 18 травмированы. В МЧС Края озвучили возможную причину пожара в скейт-парке на улице Береговой в Краснодаре. По предварительной версии, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем. ЧП случилось ночью. Сообщение о нем на пульт диспетчера пожарной службы поступило в 3 часа 12 минут. Уже спустя 9 минут на место прибыли 5 пожарных расчетов и 2 мотоотряда. Потушили пожар через час. Пострадавших нет, но сам экстрим-парк выгорел так, что теперь здесь больше не до развлечений. Огонь распространился на площади около 150 квадратных метров. Первыми вспыхнули деревянные щиты. В социальных сетях появилось видео еще одного пожара. В Новороссийске ночью в порту города Героя заполыхал сухогруз. Зарево заметили многие жители города. Вот и эти кадры снял очевидец. В момент прибытия огнеборцев горело 80 квадратных метров площади. На пожар выезжали 14 расчетов МЧС и 2 муниципальных. Потушили его в течение часа. Никто не погиб и не пострадал. Причины возгорания до конца непонятны. Пошли воровать и стали звездами. Правда, преступной дорожки. Кражу кондитерских изделий в Тимошевске сняли камерой наружного наблюдения. На этих кадрах отчетливо видно. Мужчина сначала преодолевает небольшое препятствие, а потом передает коробки своему сообщнику. По версии следствия, в торговый ролет на центральном рынке города двое неизвестных попали через незапертое окно. Украли выручку и 9 коробок печенья. Обогатились на 10 тысяч рублей. Теперь на лет 5 могут оказаться в тюрьме. Посмотрев это видео, полицейские вычислили любителей сладкого. Первым попался подозреваемый помладше. 22-летний молодой человек во всем сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Позже выяснили, что второй герой криминального видео, 42-летний местный житель, ведется следствие. Молодой человек предложил девушке познакомиться, а когда услышал отказ, сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и пустился на утек. Вот так романтично неизвестный накануне ограбил юную краснодарку в сквере у перекрестка улиц Вишняковой и Ставропольской. Случайными свидетелями этой сцены стали парни, которые попытались догнать злоумышленника. Но он скрылся, оставив неизгладимый след в памяти участников этой истории. Они смогли подробно описать грабителя. Полицейские задержали подозреваемого спустя несколько минут на Ставропольской. 31-летний уроженец Республики Дагестан уже судим за кражу. Цепочка с крестиком были при нем. Выяснилось, что романтик с большой дороги пока бегал, успел предпринять попытку познакомиться с еще одной девушкой, но в этот раз неудачно. Ограбить ее у него не вышло. Максимальное наказание за далеко не джентльменское поведение до четырех лет заключения. Операция «Должник». Время подводить итоги. Два месяца полицейские и судебные приставы Кубани вплотную занимались неплательщиками штрафов. Побеспокоили многих. Первыми поняли, что из-за долгов им не дадут жить спокойно водители. Госавтоинспекторы их останавливали и пробивали по базе. Такую проверку прошли 2600 человек. Надо сказать, преимущественное большинство успешно. Однако 40 автомобилистам пришлось стать пешеходами. Их транспортные средства арестовали. Общими усилиями вытряхнуть из должников удалось более 2 миллионов рублей. Судебные приставы ждут к себе на прием 600 кубанцев. Всем им разосланы официальные уведомления. Важное напоминание от полицейских. Штраф важно заплатить за 60 дней. За просрочку его могут удвоить, а должника арестовать на 15 суток. Операцию «Должник» сменила рулетка. С таким условным названием в Краснодаре началась новая оперативно-профилактическая акция. Его цель – незаконный игорный бизнес. В этот раз полицейские рассчитывают на активную гражданскую позицию жителей Кубани. Просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местах проведения азартных игр, позвонить по телефону, который сейчас на экране, либо отправить письменное сообщение по электронной почте. МВД23.краснодар.собакамейл.ру Анонимность и конфиденциальность гарантируют. Кадровые перестановки в Кубанской прокуратуре. Первым зампрокурора края, прокурором города Сочи, назначен старший советник юстиции Игорь Грязнов. В органах прокуратуры он работает с ноября 2006 года. Окончил юрфак Иркутского госуниверситета. 45 лет, женат, воспитывает двух сыновей. Повысили в должности и старшего советника юстиции Владислава Малкина. Теперь он первый зампрокурора края. Малкину 39 лет, он выпускник Московского юридического института. В прокуратуре с февраля 2001 года. До нынешнего назначения был прокурором Прикубанского округа Краснодара. В канун профессионального праздника кубанские следователи взялись за учебу. Присоединились к ним общественные помощники и курсант Академии Следственного комитета России. Учебно-практические занятия проходили в кабинете криминалистики, который просто напичкан техникой. Ей и уделили максимум внимания. Обнаружитель скрытых видеокамер, аналитический программный комплекс, георадар, металлоискатель и мобильный комплекс по сбору и анализу цифровых данных. Все это помогает экспертам докопаться до истины при расследовании преступлений. Важно уметь пользоваться оборудованием грамотно и быть готовыми к сложностям, в которых в работе следователей немало. Настало время нашего традиционного видеообзора дорожных ситуаций на перекрестках Краснодара, которые запечатлели камеры единой дежурной диспетчерской службы. На Тургенево и Рашпилевской тройное ДТП. Неприятности начинаются с решения водителя припарковаться. Мужчина притормаживает и тут же получает пинок сзади. Спустя мгновение эта же участь постигает его обидчика. Уральская и Лизы Чайкиной большегруз отодвигает навязчивую легковушку со своего пути. Тяжеловес делает это мягко, но не без последствий для здоровья обоих авто. Участники ДТП на перекрестке улиц Мира и Рашпилевской разъедутся нескоро. Почти два часа простоят на проезжей части и покинут ее только после полуночи. А ведь одному из них всего лишь нужно было уступить дорогу. На Захарова и станкостроительный водитель не справляется с управлением. Он как молния появляется в кадре и на большой скорости сносит рекламный щит. Падение металлической конструкции сопровождается фейерверком искр. Получается эффектно. Пострадавших нет, но могло быть иначе. Таких опасных трюков на дорогах однозначно лучше избегать. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу. Через несколько минут в нашем эфире смотрите информационный выпуск «Город сегодня». Я передаю слово коллегам. Редактор субтитров А.Семкин